Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Марк Аврелий, Марк Аврелий римский император 161 года по 180. Марк Аврелий Антонин родился в 121 в богатой аристократической семье, осевшей в Испании. Он был усыновлен своим дядей императором Антонином Пием и объявлен его наследником и соправителем. Марк получил хорошее образование и посвятил себя стоической философией, которой его обучал Эпиктит. Во время своего правления Марк Аврелий пытался спасти Римскую империю от раздирающих ее напасть и набегов со стороны Дуная, войны с Парфией, восстания внутри страны и эпидемии чумы. Он лично участвовал в военных походах и во время своих путешествий написал книгу к себе самому. Это одна из лучших книг древности. Ее отличает прежде всего необычное для античности личное отношение автора к тексту. Он призывал бескорыстно любить ближних и нравственно совершенствоваться. Счастье достигается знанием естественных законов и верой в их разумность. Бюст Марка Аврелия показывает его задумчивым и одиноким человеком. В честь победы при Дуная в Риме воздвигли колонну, на которую в 17 веке была установлена статуя апостола Павла. Статуя Аврелия осталась нетронутой в христианское время только благодаря тому, что долгое время считали ее изображением императора Константина, признавшего христианство и фактически превративший его в государственную религию. Конная фигура Марка Аврелия оказала влияние на скульпторов возрождения, в частности на Донателло. Ну вот так вкратце о Марке Аврелии, римском императоре. Пока-пока, до свидания.